Итак, дорогие друзья, на этом уроке я вам покажу самые популярные маневры и шаги по редактированию шаблона WordPress. Начнем с первого. Значит, очень часто, ну вообще на каждом шаблоне авторазработчик ставит свои как бы рекламные ссылки для пиара себя. Вот он, внизу этот шаблончик. Он имеет ссылочки и вот не очень хорошо, когда на вашем сайте идет отсыл к WordPress, к какому-то шаблонному варианту. Этот блок мы скроем. Значит, в 80% случаях этот блок имеет класс сайт-инфо. Давайте проверим, на самом деле так оно или нет. Для этого мы правой кнопкой мыши кликаем на этом блоке, внизу, и выбираем просмотреть код элемента. Так, давайте, видите, наверх чуть сместился сайт, давайте прокрутим вниз. Вот он, этот блок. Давайте посмотрим. Враб, значит, выделяет, но враб это как бы выравнивание, запомните. Враб это всегда на сайте выравнивание. И потом идет блок сат-инфо. Видите, он полностью здесь как бы по краям оранжевые рамки, то есть он не полностью скрывает. А вот сайт-инфо, когда наводим, синяя рамка полностью закрывает, это значит, что это есть блок, который нам нужно скрыть. А чуть выше, это уже сама страница, вообще страница сайта, как бы нам это не особо необходимо. Даже, наверное, это виджеты, вот эти вот подвала, но это не суть важно, потому что нам это не надо. Нам, вот он, видите, сайт-инфо. Теперь давайте перейдем в панель настроить. Вот настроить панель кнопочку, кликаем. Ждем, пока панель настройки загрузится. Нас тут будет интересовать вкладка дополнительные стили. Вот она. У меня на английском языке просто платформа, поэтому у вас будет, если на русском, то дополнительные стили написано. Переходим сюда, игнорируем все предупреждения. И давайте. Нам нужно обратиться к нашему блоку, у которого имеется класс сайт-инфо. Итак, мы ставим точку, то есть обращение по классу. Вот мы обратились. Далее ставим пробел и в кавычках, то есть в квадратных скобках мы ставим, видите, только два квадратных скобки. Получается, мы открыли и закрыли квадратные скобки. Здесь нам нужно воспользоваться свойством скрытия. Как вы помните из наших уроков, за это отвечают свойства дисплей. Мы вводим. Кстати, вам тут подсказки уже идут, поэтому можете выбирать из выведенного дисплей. Ставим двоеточие и вставим значение скрытия, non, то есть не отображать. И ставим точку запятой. Давайте спустимся вниз и посмотрим, скрыли ли мы наш блок. Как видите, блок скрылся. Если у вас он не скроется, то вам нужно тогда добавить здесь вот так вот вослицательный знак и добавить импортант для усиления влияния на шаблон. Итак, сохраняем изменения для того, чтобы все поступило в силу и выходим. Но когда вы будете редактировать, вы скорее всего будете все делать в отдельной вкладке, и поэтому вам не будете выходить. Вот вскрыли. Настройка формы. То есть мы через VP Forms, если вы смотрели мои другие инструкции и интенсивы, я рассказываю всегда, как же вставить форму через плагин VP Forms. Вот она форма, при клике по консультации уезжает вот такая форма. Что же нам нужно здесь сделать? Мы с вами давайте окрасим кнопку в какой-нибудь синий цвет. Ну, наверное, в такой же, да? И у каждого поля добавим рамочку. Даже не у каждого. Давайте добавим вот этих двух полей рамочку. И вот этого. Такую же синюю. И закрасим вот этот фон. Фон не будем трогать. Просто закрасим кнопку. Значит, начнем с кнопки. Кнопку... Давайте я вам покажу, чтобы наглядно. Перехожу в консоль. Нам нужно перейти в VP Forms. И кнопка вот консультация форма. И изменить. И тут, и тут, и тут нас интересуют настройки. И внизу, видите, я у кнопки дал кнопки, присвоил класс, button, нижнее подчеркивание форма. Давайте вернемся на главную страницу. Это я сюда перешел для того, чтобы показать вам, откуда я взял класс, через который мы будем применять настройки к нашему полю. Смотрите, заходим в панель настроить. Также в дополнительный стиль нам нужно будет перейти. Вот оно наше свойство, которое мы уже ввели. Мы спускаемся на строчку вниз. Давайте выведем форму. То есть кликнем по консультации о кнопке. И вот прямо здесь будем править слева и справа смотреть, как все изменяется. Как я показал ранее, в нашей кнопке вот этой есть класс, button, форма. Итак, обращаемся к ней через класс. Точка, button, нижнее подчеркивание, форма. Ставим пробел, квадратные скобки, для того, чтобы применить свойства. Нам нужно сделать фон синего цвета. Давайте вводим свойство background color. Ну, то есть вот подсказывают. Видите, нам background color. Вот. Ставим двоеточие. Итак, смотрите. Ну, эта ошибка вышла, потому что я еще код не дописал. Это нормально. Ставим маркировку цвета. Видите, ну ничего не изменилось. Все дело в том, что все изменения в форме, вот как вписательного впформс, нужно для каждого свойства добавлять признак усиления через восклицательный знак important. Ставим вписательный знак important. Видите, все, пожалуйста, окрасилось. Давайте теперь мы окрасим название кнопки в белый цвет. Для этого выбираем свойства color, двоеточие и white. И то же самое, усиление ставим через important. Ну, и двоеточку запятую. У вас, в принципе, не требуется веточку запятой, но для нормального отображения кода я вам советую ставить точку запятой все-таки. Теперь про поля. У полей есть класс. Ну, я просто знаю, что он, по-моему, называется в впформс лейбл. Ну, давайте посмотрим этот класс их. Для этого кликаем правой кнопкой мыши на поле и посмотреть код элемента. Итак, смотрим. Вот оно поле, input. А название лейбл. Вот лейбл, вот input. Вот форма. Видите, у формы вот наша форма вся. Вот наша вся форма в впформс вилл контейнер. Это вся форма. Вот этот div. В эту форму входят поля, которые как бы разделены на внутренние классы. Div, которые разделены на внутренние блоки, обрамленные тегами div. И вот каждое поле это вот отдельный тег div. И в каждый div входит лейбл, то есть надпись, которая скрыта по настройкам формы. Я скрыл надписи для того, чтобы не сверху отображать название, а внутри поля. И input, то есть само поле. Нас будет заинтересовать вот это само поле. У этого поля есть класс. Ну, конечно, тут есть ID-шник, но нам нужно затронуть не только это одно поле. Если нам нужно было затронуть это одно поле, то мы бы обратились к ID-шнику. Давайте сейчас все покажу. Значит, обращаемся к классу. Класс VPFormsFieldMedium. Пробел VPFormsFieldRequered. Значит, тут два класса. Нам надо обратиться к любому из них, но лучше было обратиться к первому классу. VPFormsFieldMedium. Давайте сюда прописываем, то есть спускаемся на строчку вниз и пишем VPFormsFieldMedium. Пробел, квадратные скобки и рамочку задаем, да? Получается, рамка задается у нас через свойства border. Border, два и точа, толщина рамки 1 пиксель, стиль сплошная рамка, то есть солид. И цвет давайте такой же синий поставим. Вот отсюда мы его копируем. Ctrl-C копирование, Ctrl-V сейчас вставим. И точка запятой. Видите, не применяются свойства, поэтому ставим усиление. И что-то не то сбилось. Сейчас, минутку. Вот восклицательный знак. Так, что-то не то. А, вот. Important. Так, что-то тут съехало. Ну, видите, все окрасилось. Вот, пожалуйста, сейчас поправим чуть-чуть. Вот, все окрасилось. Значит, ну давайте еще сделаем закругленные углы. Закругленные углы делаются через border-radius. Border-radius 2 и точа, там 10 пикселей. И опять же, не применяются стили. Усиливаем. Восстательный знак. Important. Пожалуйста. Все, все работает. К этим нужно особенный стиль. Смотрите, сюда применять. Потому что, видите, тут рамка выделилась. Но еще есть 2 внутренних input. Давайте посмотрим на этот код. Посмотреть код элемента. То есть, смотрите, тут получается, видите, wp-forms field-medium. Смотрим. Ищем wp-forms field-medium. E-mail. Ну тут, что я могу сказать. Здесь нужно было применить к этим полям. Вот он. Вот он класс. Видите, wp-forms field-medium, который мы окрасили. Он объединяет 2 этих поля. E-mail и введите еще раз. То есть, подтверждение почты. Кликаем правой кнопкой мыши по e-mail. И выбираем посмотреть код элемента. Смотрите. Нам нужен класс. Вот он. wp-forms field-medium. Выделилось. Например, в каждом из своих обучающих курсов всегда уделяю этому время. Вот этот. И используем вот этот класс. Сейчас wp-forms field-medium. Сейчас мы его пропишем. Все. Выделилось. Как вы видите, все выделилось. Сохраняем изменения. Давайте выйдем из панельки. Теперь нам нужно сейчас поправить. Мы сейчас научимся с вами делать из пункта меню кнопку. Ну, давайте вот здесь. Консультация. Вот, смотрите. Нам нужен этот пункт меню. Конкретно этот. Смотрим. Его код. Все это вы уже знаете. Вот. Название. Видите? Кстати, такой лайфхак. Когда вы будете смотреть код, экран будет становиться меньше. Сайт будет реагировать на это как на уменьшение экрана и будет прятать меню вот в такое адаптивное под мобильное устройство. Все, что нужно вам сделать, это расширить панель. То есть, захвачиваем с границы, как я говорил раньше, подводим и отодвигаем, пока не появится вот наше менюшка. Снова появилась, снова наводим на консультацию, правая кнопка мыши, посмотреть код элемента. Вот он. Название консультации. Это название пункта. Это иконка пункта. А вот она ссылка. Ссылка этого пункта. Поднимаемся вверх. А вот сам пункт меню. Как вы помните из наших уроков, я рассказывал, что меню, оно как бы обрамляется в тег nav, navigation, потом открывается маркированный список ul, и каждый пункт меню – это тег li. Вот он, это тег li. Мы обратимся к нему через айдишник. Всегда к пункту меню обращайтесь через айдишник. Это самый короткий вариант. Смотрите, айдишник меню-итем-248. Давайте перейдем в панель настроить заново. И нас, как вы помните, будут интересовать дополнительные стили. Так, устанавливаем курсор, да, на строчку ниже, и обращаемся через индивидуальный идентификатор. Для этого уже оставим не точку, а мы ставим знак решетки, меню, item, item, 248, пробел, квадратные скобки, и теперь задаем стили. Во-первых, давайте зададим фон. Background, color, выбираем здесь, вставляем цвет, и точку запятой. Ну, кстати говоря, мы можем убрать панельку, чтобы не мучиться. Видите, окрасилась. Теперь, давайте рамочку зададим, в смысле углы, более круглые сделаем. Так, border radius. Кстати, когда вы к одному элементу добавляете несколько свойств, то прописываете их сплошняком в квадратных скобках, без пробелов, но отделяя их вот этими точкой запятой. Вот точка запятой, да. Давайте, border radius, вот он подсказывает нам уже, два иточие 10 пикселей. Закруглилась. Теперь у нас загвоздка такая. Дело в том, что нам нужно сделать шрифт белым, да. Поэтому мы должны прописать, что? Color white. Он не стал белым, видите? Давайте попробуем усилить. Important. Не становится белым. Давайте сохраним изменения. Выйдем из этой панели и посмотрим, в чем же дело. Так, получаем доступ к элементу. Да? В чем дело? Смотрите, давайте поднимемся. Вот он пункт меню. Мы его окрасили. Но дело в том, что в его состав входит тег A. А, то есть ссылка, которая включает в себя уже и иконку, и название. Если нужно было сделать просто название. То есть, подожди, давайте так. Нам поэтому, нам нужно шрифт для того, чтобы окрасить шрифт или иконку, или иконку и шрифт, нам нужно обращаться следующим образом. Если иконка и шрифт, то нужно обращаться именно не к пункту меню через тегу Ли, вот к меню и там 248, а к вложенному в нее ссылку. А если нужно было окрасить только иконку, то обращались бы как бы к вложенному в нее ссылку и вложенную в нее иконку. И то же самое, если нужно было окрасить только название, то обращались к вложенную ссылку и вложенное название. Давайте я вам подробно сейчас покажу. То есть, давайте запомним. У нас Ли содержит в себе вложенный селектор, то есть вложенный тег A, отвечающий за ссылку. А этот A включает в себя вложенные селекторы I, то есть отвечающие за иконку, созданную через сервис фонд Avisom. Это специальный сервис для создания иконок в виде шрифтов. И также содержит в себе название этой кнопки, который обрамлен в тег Span. Как вы помните, Span это обрамляется текст, которым применяются особенные свойства, чем можно обращаться. Но причем и Span, они для друг друга соседние селекторы. Поэтому давайте сейчас перекрасим. Закрываем панельку. Давайте. Ну, во-первых, давайте сделаем... Для начала давайте сделаем так. Во-первых, мы должны сделать... Давайте сделаем сначала иконку и название белыми. Что нам для этого нужно сделать? Снова обращаемся через индивидуальный идентификатор к этой кнопке, то есть меню item 248. Затем нужно обратиться к ссылке, которая в нее вложена, то есть к тегу A. Ставим пробел, признак вложенности. Все так, как мы учили. И ставим обращение напрямую именно к тегу A. И ставим пробел и записываем свойства. Color White. О, видите, все перекрасилось. Ну, точку запятой ставим. Давайте оттуда сверху удалим вот этот Color White, потому что здесь ему не место. Вот. А теперь давайте сделаем так, чтобы иконка была вот эта вот. Вопросик была красного цвета. Смотрите. Меню. То есть обращаемся заново к объекту пункта меню, то есть к тегу A, у которого есть индивидуальный идентификатор. Меню item-248. Вот он, меню item-248, да. Обращаемся дальше к ссылке, которая в нее вложена. И в ссылку в нашу вложена иконка, которая обрамлена тегом I. И вот так вот, да. Ставим пробел, квадратные скобки, color, два иточия и red. Все, видите, все перекрасилось. Ну, точку запятой. А теперь давайте мы перекрасим вот это вот название консультации, название кнопки в желтый цвет, да. Сейчас тут что-то я. Опять обращаемся к пункту меню. Опять обращаемся к пункту меню Li через индивидуальный идентификатор. Меню. Item-248. Обращаемся к вложенной ссылке. Давайте по сложному. Мы могли сразу к Li обратиться. Но давайте, раз мы учимся, мы давайте обратимся через соседние селекторы. То есть обращаемся к I. И рядом по соседству расположено название кнопки, обрамленная в тег span. Ставим признак соседнего селектора плюс. И обращаемся напрямую к тегу span. Так как у него не было ни одного индивидуального идентификатора и классы не присуждены. И далее ставим пробел. Квадратные скобки. Допустим, color. И желтый цвет. Ставим название желтого цвета. Продолжение следует... Почему-то, видите, не применились. Давайте усилим. Посмотрим, что у нас не хочет. Надо разбираться, почему он не хочет. Давайте... Так, а и... Span color is important. А, знаете, в чем ошибка? Я тут ошибку сделал. Вместо меню, меню написал. Вы следите всегда очень точно за тем, что вы пишете. Видите, окрасилось. Давайте попробуем признак усиления убрать. Видите? Отменяются свойства. Тут требуется признак усиления. И... Портант. О! Пожалуйста, перекрасилось. Так и красятся эти кнопки, меняются. Смотрите, мы в этом в одном шаге небольшом. Что мы с вами отработали? Мы, во-первых, узнали, как сделать из пункта меню кнопку. Мы здесь отработали обращение напрямую по идентификатору. Мы отработали обращение к вложенному классу, то есть к вложенному селектору. И мы отработали с вами обращение к вложенному, а затем к соседнему селектору. То есть по факту мы обработали с вами 80% всей практики по редактированию шаблона WordPress. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...